Если на улицах Баку прольется кровь, то невзирая на только что подписанный контракт, западные инвесторы не будут вкладывать деньги и все усилия окажутся напрасны. Президент пытается убедить мятежников сложить оружие и решить все вопросы меры. Он прекрасно понимает, чем может закончиться битва слабой необыченной армии с двумя тысячами бойцов спецназа, прошедшими школу войны в Карабахе. Ему советуют тихо покинуть президентский дворец, как это делали три его предшественника. Малеев отвечает, я здесь, умру, и никакая сила в мире не заставит меня уйти, потому что если я уйду из этого болота, из этого хаоса, моя страна уже не выберется никогда. И он принимает решение. Ночью в прямом эфире он обращается за помощью к народу. Я обращаюсь ко всем. И в эти тяжелые дни жду от вас чести, достоинства, мужества, решительности, героизма. Азербайджанский народ, решительный народ, мужественный народ. И я уверен, мы выйдем из этой тяжелой ситуации. Вы, в свою очередь, должны быть уверены, что я стою и буду стоять на страже нашей государственности. Мы шли, не зная, что нас ждет впереди. Мы шли, не зная, куда мы идем. Все здесь для нас танки, все здесь для нас пули. То есть мы же не знаем, что там впереди, кто нас, так сказать, понимаете, ожидает. Все, что хочешь, могло быть. И сначала улица была абсолютно безлюдная. А потом, вот я никогда, я сколько лет буду жить, я не забуду вот этого ощущения, огромной радости, чувства облегчения. Мы вдруг увидели, как хлопают двери, как открываются ставни, как из ворот выходят люди, присоединяются к нам. И чем дальше, тем больше, тем больше. И уже мы шли в потоке людей. Я не знаю, какой бы руководитель взял бы на себя смелость вот так в трудный момент обратиться к людям, и люди пришли бы к нему. Они пришли его поддержать. И он после этого почувствовал еще большую уверенность в том направлении, которое он избрал. Это было. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...